Три плацкартных вагона на 100 мест предоставило руководство Дальневосточной железной дороги общественной организации «Милосердие». Волонтеры переоборудуют их для нужд людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Вагоны будут установлены на территории реабилитационного центра «Надежда» на Красной речке. Данная услуга, я считаю, востребованная, потому что в зимний период особенно гражданам, для того, чтобы пережить холода, нужно где-то переночевать, обогреться, пройти санобработку, получить новую одежду, получить питание горячее. Сегодня на первый у нас кривной суп. Пока строится ночлежка, волонтеры общественной организации «Милосердие» организовывают бесплатные горячие обеды для бездомных. Четыре раза в неделю в специальном автобусе социальные работники кормят людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Все, что осталось на столе, посетители передвижной столовой забирают с собой. Эти люди бездомные, они наши братья, сестры, и кто знает, протяни им руку помощи, и через какое-то время они также социализируются, начнут жить нормальной жизнью. То есть, если бы эта помощь им не была оказана, они могут просто умереть где-нибудь, замерзнуть. По статистике, в Хабаровском крае проживает около трех тысяч бездомных. Григорий Горин – один из завсегдатаев автобуса «Милосердие». Пять лет назад у него случился инсульт. С тех пор он не может устроиться на работу. Случайный заработок – деньги от продажи металлолома. Я инвалид вообще-то. Вот с палочкой хожу. На работу никогда не беру. Вот вообще металл собираюсь, стою. Вот у меня вот там на входе тонуса лежит металл. Не умею, не умею. Бесплатные столовые в Хабаровске работают уже шесть лет. Кастрюли и термосы опустошаются за час. Снова собраться за столом эти люди смогут уже в конце недели. Глеб Морозов, Дмитрий Еремин. Хабаровская студия телевидения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова